Мы оставили чаевые официанту, и вот что из этого вышло. Всем привет, с вами снова я, Лена Нипотова, или же Лена Ньюстар, и вы находитесь на моём канале. Короче говоря, мы особо, когда жили в России, не оставляли никому чаевые, то есть это было буквально несколько раз. Пытаюсь вспомнить, когда это было. Первый раз, именно когда мы с Вовой ходили, это было, получается, мы ходили в ресторан в Екатеринбурге Ньюророк. И Вова был в хорошем настроении и оставил чаевые, рублей двести, по-моему. Ещё чаевые мы оставляли в ресторане Высоцкий, это, не помню, как он называется, Панорама или что-то такое, но, в общем, там с видом на город. И как бы для нас сходить в ресторан — это обычное дело, поэтому мы туда как бы ходим кушать, обедать, завтракать, а не чаевые оставлять. И я как-то особенно раньше не понимала, типа, зачем, у них же есть зарплата, почему я должна ещё платить. И, короче, как-то... Вообще, я, в принципе, раньше очень боялась есть ресторан. И мы, когда я ездила, допустим, с князьчем в Нижний Новгород, я... Точнее, мы... У нас был ресторан в отеле, шикарный, с каким-то там, типа, панорамный, самый панорамный. Но мы туда не пошли, потому что мы посмотрели, блин, трэш, одно блюдо, 600 рублей, что это вообще такое. И пошли в Дуду-пиццу 40 минут до Дуду-пиццы, да, чтобы поесть пиццу за... Ну, что-то взяли там за 300 рублей или что-то такое. И потом я уже... И потом я уже училась ходить в ресторан. Это реально было для меня сложно. Я ездила одна в Ярославль, и я никуда не ходила, ну, как бы, кушать. Я, в основном, ходила в магазин, брала себе булочку или вообще брала завтрак из отеля, какую-то еду. И, короче, я прям дико экономила. И думала, что я вообще себе не могу позволить пойти покушать в ресторане. Ну, вот почему-то я не могу это сделать. Не знаю, я настолько нищая, что я не могу это сделать. И вот в Турции очень много заведений, где включены чаевые, но мы ходили в заведения, где не были включены чаевые. Мы в нём уже, как бы, третий раз были в этом заведении, но там был другой официант. И, не знаю, он уже в заведении где-то час до закрытия было. Мы буквально подходим к двери, он уже нас там через окно видит, открывает дверь и так улыбается. Вообще, в принципе, так круто обслуживает. И я говорю, давай, как бы, оставим на чай. Мы не знали, на что, сколько оставить. Десять лир или пять лир? Десять лир — это сорок рублей, пять лир — это двадцать рублей. И, блин, ну, как бы, я не знаю, честно говоря, у нас, как бы, за следующий день выезд. У нас остаётся очень мало кэша, именно налички. И нам ещё... Тихо! Чего ты угораешь с меня? Совершенно что? И, как бы, у нас уже скоро вылет. И, ну, как, на следующий день, на следующие 12 часов выселяемся и уезжаем. Нам ещё нужно было где-то 60 лир на проезд до аэропорта на двоих. И, конечно же, банком... Ну, вот этот терминал, куда закидывать деньги. Тихо! Подходим мы к терминалу, чтобы оплатить Инстанбул-карту, закинуть туда вот эти 60 лир. И понимаем, что... Ну, нам нужно было что-то на проезд 59 лир. А он принимает только банкноты. У нас куча мелочей, мы можем закинуть мелочь. Ну, как куча, у нас 4,5 лир и мелочи было. И нам хватало на проезд вот совсем с купюрами, с банкнотами, там, совсем, в общем. Ну, 55, в общем, лир мы можем закинуть. И нам не хватает там буквально 2 или 3 лиры на проезд. И тут я вспоминаю, что вчера мы отдали 10 лир на чай. Ну, вот впервые за долгое время, именно по своей воле, я просто ещё платила за чаевые. Когда в Сочи тоже включено было... Включено в счёт был... Чаевые. Вот. И я не знаю, у меня просто мысль такая. Типа, какого хрена это произошло? Что нам не хватает на проезд? Нам пришлось снимать ещё больше, короче, вот вообще. Мы бегали туда-сюда, чтобы попасть в банкомат. Мы потратили, наверное, полчаса. Просто из-за того, что мы дали человеку на чаевые. Что? И Вова что-то там сказал, какую-то фразу. Я не буду её, наверное, говорить, потому что, во-первых, я не помню. Но там что-то, типа, добро, оно никогда не поощряется. Ну, в общем-то, я не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. На этом было всё. С вами была я Елена Нездарова, Елена Нефонтова. Я не понимаю, почему-то звёзды в своём отеле над нами шумят. Зачем? За что? Почему? Всё, пока!